Антология чтений слов всемогущего Бога Знал ли ты, что Бог совершил великое дело среди людей? Старый период прошёл, начался новый период. Год за годом, день за днём Бог выполнил большую работу. Он пришёл в этот мир и затем покинул его. Этот цикл повторялся на протяжении многих поколений. Сегодня Бог продолжает, как и прежде, выполнять ту работу, которую должен выполнить. Ту, которую ему только предстоит завершить. Так что пока покой ему только предстоит. С момента сотворения мира и до нынешнего времени Бог проделал много работы. Но известно ли тебе, что сегодня Бог выполняет гораздо больше работы, чем раньше, и масштаб Его работы гораздо шире? Вот почему я говорю, что Бог сделал среди людей великое дело. Вся работа Бога очень важна, будь то для человека или для Бога, ибо каждый аспект Его работы касается человека. Поскольку работу Бога нельзя ни увидеть, ни потрогать, и уж тем более её не может увидеть мир, то как она может быть чем-то великим? Какого типа дела могло бы считаться великим? Конечно же, никто не может отрицать, что какую бы работу ни делал Бог, её можно считать великой. Но почему я говорю это о работе, которую Бог выполняет сегодня? Когда я говорю, что Бог совершил великое дело, это, несомненно, предполагает множество тайн, которые человеку ещё только предстоит уяснить. Давайте сейчас поговорим о них. Иисус родился в яслях в период, для которого Его существование было непереносимым. Но даже в этом случае мир не смог воспрепятствовать Ему. И под опекой Бога Он прожил среди людей в течение тридцати трёх лет. За столько лет Своей жизни Он ощутил горечь мира, вкусив жалкой земной жизни. Иисус взял на Себя огромное бремя быть распятым ради искупления всего человечества. Он искупил всех грешников, которые жили под господством сатаны, и в конечном счёте Его воскресшее тело вернулось к месту Своего покоя. Теперь началась новая работа Бога, и она также совпадает с началом нового периода. Бог приводит в Свой дом искупленных, чтобы начать свой новый труд спасения. В этот раз труд спасения более основателен, чем в прошлые времена. Не Святой Дух работает в человеке, дабы тот самостоятельно изменился. И не тело Иисуса является среди людей, чтобы сделать эту работу. И тем более, этот труд не выполняется какими-то иными средствами. Скорее, сам воплощённый Бог выполняет этот труд и управляет им. Он делает это таким образом, чтобы вести человека в новую работу. Разве это не великое дело? Бог выполняет эту работу не с помощью части человечества или пророчеств. Он выполняет её Сам. Кое-кто может сказать, что не такое уж это и великое дело, и что вряд ли это вызовет у человека восторг. Однако я скажу тебе, что работа Бога заключается не только в этом. Она несравненно более великая и масштабная. На этот раз Бог приходит, чтобы выполнить работу не в духовном теле, но в самом обычном. Более того, это не просто тело второго Божьего воплощения. Это также и тело, через которое Бог возвращается к плоти. Это самая обычная плоть. Ты не можешь видеть ничего, что отличало бы его от других. Однако ты сможешь получить от него истины, о которых никогда раньше не слышал. Это, ничем не примечательная плоть, то, что воплощает в себе все слова Божьей истины, берёт на себя работу Бога в последние дни и является выражением всего характера Бога, который предстоит познать человеку. Разве не испытываешь ты огромное желание увидеть Бога Небесного? Разве не испытываешь ты огромное желание понять Небесного Бога? Разве не испытываешь ты огромное желание увидеть место назначения человечества? Он поведает тебе все эти тайны, тайны, о которых не может рассказать ни один человек. Он также расскажет тебе о тех истинах, которые ты не понимаешь. Он — твои врата в царство, твой проводник в новый период. В этой столь обыкновенной плоти заключено много непостижимых тайн. Его дела могут быть для тебя непонятны, но всей цели, выполняемой им работы, вполне достаточно, чтобы позволить тебе понять, что он не просто плоть, как думает человек. Ведь он олицетворяет Божью волю и ту заботу, которую проявляет Бог в отношении человечества в последние дни. Хотя ты и не можешь слышать Его слов, которые будто сотрясают небо и землю, не можешь видеть Его глаз, подобных языкам пламени, и не можешь принять дисциплинирование Его железного жезла, тем не менее, ты можешь слышать из Его слов, что Бог исполнен ярости, и знаешь, что Бог проявляет сострадание к человечеству. Ты видишь праведный характер Бога и Его мудрость. И более того, ты осознаешь озабоченность Бога в отношении всего человечества. Работа Бога в последние дни заключается в том, чтобы позволить человеку увидеть Бога Небесного, живущим среди людей на земле, чтобы дать человеку возможность познать Бога, повиноваться, почитать и любить Его. Вот почему Он вернулся во плоть во второй раз. Хотя то, что человек видит сегодня, это Бог, который такой же, как человек. Бог с носом и двумя глазами. Непримечательный Бог. В конечном счете Бог покажет вам, что если бы этого человека не было, небо и земля подверглись бы огромным изменениям. Если бы этого человека не было, небеса бы потускнели, земля бы провалилась в хаос, и все человечество жило бы в голоде и язвах. Он покажет вам, что если бы воплотившийся Бог не пришел спасти вас в последние дни, тогда Бог давно бы уничтожил все человечество в аду. Что не будь этой плоти, вы бы навеки были архигрешниками и навсегда стали бы мертвецами. Вы должны знать, что не будь этой плоти, все человечество столкнулось бы с неотвратимым великим бедствием и оказалось бы не в состоянии избежать более сурового наказания, которое Бог отмеряет человечеству в последние дни. Не родись эта обычная плоть, вы бы все пребывали в состоянии, когда вы выпрашиваете жизнь, не имея возможности жить, и молите о смерти, не имея возможности умереть. Если бы этой плоти не было, сегодня вы не смогли бы обрести истину и предстать перед престолом Божьим, а были бы наказаны Богом за свои тяжкие грехи. Знали ли вы, что не будь возвращения Бога во плоть, никто не имел бы шанса на спасение? Не будь прихода этой плоти, Бог давно бы положил конец старому веку. Если это так, можете ли вы по-прежнему отвергать второе воплощение Бога? И если вы можете извлечь так много полезного из этого обычного человека, то почему бы вам с радостью не принять его? Работа Бога то, чего ты не можешь постичь? Если ты не в состоянии полностью понять, верен ли твой выбор, как и не можешь знать, будет ли успешной работа Бога, то почему бы тебе не попытать счастье и не выяснить, действительно ли этот обычный человек может быть крайне полезен для тебя, и действительно ли Бог проделал великую работу? Тем не менее, должен сказать тебе, что во времена Ноя люди ели и пили, женили и отдавали замуж в таком объеме, что Богу было невыносимо на это смотреть. И Он наслал на человечество великий потоп, пощадив только семью Ноя из восьми человек и все виды зверей и птиц. Однако те, кого Бог пощадил в последние дни, это все те, кто был верен Ему до конца. Хотя оба периода были временами великого, невыносимого для Бога развращения, и хотя человечество в обоих периодах стало настолько развращенным и не признавало Бога своим Господом, Бог уничтожил только людей во времена Ноя. Человечество в обоих периодах причиняло Богу великие страдания, однако до сих пор Бог проявлял терпение по отношению к людям последних дней. Почему это так? Вы никогда не задумывались об этом? Если вы действительно не знаете, позвольте мне сказать вам. Причина, по которой Бог может даровать милость людям последних дней, заключается не в том, что они менее порочны, чем люди во времена Ноя, и не в том, что они явили раскаяние перед Богом, и, конечно же, не в том, что технологии в последние дни продвинулись так далеко вперед, что Бог не может себя заставить уничтожить людей. Причина скорее в том, что Богу нужно выполнить работу в группе людей в последние дни, и в том, что Бог Сам желает выполнить эту работу в Своем воплощении. Более того, Бог желает выбрать часть людей этой группы, чтобы сделать их объектом Своего спасения и плодом Своего плана управления, а также привести этих людей в следующий период. Поэтому, несмотря ни на что, цена, которую заплатил Бог, была целиком уплачена, как подготовка к работе, которую Его воплощенная плоть проделает в последние дни. То, что вы дожили до сегодняшнего дня произошло благодаря этой плоти. Именно потому, что Бог живет воплоти, у вас есть шанс выжить. Вся благодать была обретена за счет этого обычного человека. И это еще не все. В конечном счете каждый народ будет поклоняться этому обычному человеку, будет возносить благодарности и повиноваться этому неприметному человеку, поскольку именно принесенные им истина, жизнь и путь спасли все человечество, уладили конфликт между Богом и человеком, сблизили их друг с другом, установили связь между мыслями Бога и человеком. Именно Он также добыл Богу еще большую славу. Разве такой обычный человек не достоин твоего доверия и обожания? Разве такая обычная плоть не годится для того, чтобы именоваться Христом? Может ли такой обычный человек не стать проявлением Бога среди людей? Разве такой человек, который спас человечество от катастрофы, не заслуживает вашей любви и вашего желания держаться за него? Если же вы отвергаете изреченные его устами истины и не выносите его существование среди вас, что станет с вами в конце? Вся работа Бога в последние дни выполняется через этого обычного человека. Он одарит тебя всем и более того, он сможет принять решение обо всем, что касается тебя. Так может ли этот человек быть таким, каким вы его считаете? Чересчур простым, чтобы удостоиться упоминания? Разве его истины недостаточно для того, чтобы полностью вас убедить? Разве быть свидетелем его дел недостаточно для того, чтобы полностью убедить вас? И разве путь, который он приносит, недостоин того, чтобы вы по нему шли? Когда все сказано и сделано, что побуждает вас чувствовать к нему отвращение, отвергать его, избегать его? Ведь именно этот человек выражает истину. Именно этот человек приносит истину. И именно этот человек дает вам путь, которым должно идти. Возможно ли, чтобы вы все еще не смогли найти следов работы Бога в этих истинах? Без работы Иисуса человечество не смогло бы сойти с креста. Но без сегодняшнего воплощения сошедшие с креста так и не получили бы одобрения Божьего и не вошли бы в новый период. Без пришествия этого обычного человека у вас так и не было бы возможности увидеть истинный лик Бога, как и не было бы на это право. Ибо все вы объекты давным-давно подлежащие уничтожению. Благодаря пришествию второго воплощения Бога вы прощены Богом и Он явил вам милость. Тем не менее слова, которые я должен сказать вам в конце остаются следующими. «Этот обычный человек, который является воплощенным Богом, жизненно важен для вас. Вот то великое дело, которое Бог уже совершил среди людей». Редактор субтитров